Рекламно-информационная программа. Ничего неприличного в эфире не бывает. Не разыгрываем, да. И мы приветствуем в наших студиях наших гостей. Это две Юлии. Во-первых, Юлия Ионуша, это заведующая литературно-драматургической частью Театра Наспалской. Добрый день. И Юлия Беляк, специалист по связям с общественностью этого театра. Здравствуйте. Здравствуйте. Как настроение в Пятничное? Пятничное. Тоже вот оно... Пятничное. Театр не исключение. Там тоже вот это вот Пятничное настроение? В Пятницу у нас все только начинается. Да. Все только начинается. То есть вы все в предвкушении прекрасного уикенда. В предвкушении, в процессе, в репетициях. Репетициях, да. У нас же не бывает... Даже когда бывают выходные, мы что-нибудь придумываем. Или читки, или... Ну вот смотри, то есть люди в Пятницу радуются тому, что работа кончается, а они радуются тому, что она начинается. Работа начинается. Да. Вот такие удивительные люди. Они отличаются от нас. Мы сегодня будем в первую очередь приглашать на премьеру 82-го театрального сезона. Первая премьера нового сезона в Театре Наспалской. Это спектакль «Роза и Соловей». Которую ставит в нашем Театре Алексей Зимин. Давайте поговорим об этой постановке. Да, мы расскажем о ней с радостью, потому что эта работа долгожданная. И она долгожданная с самых разных точек зрения. То есть, с одной стороны, когда театр выбирал спектакль, мы думали о том, что нам хочется обновить наш детский репертуар, чтобы появились новые сказки, и они были бы такие волшебные. А с другой стороны... Волшебные точно не придумаешь. Очень хорошая сказка, да. А с другой стороны, нам очень хотелось поработать с этим режиссёром, потому что и в нашем театре есть люди, кто с ним уже соприкасался. Когда я была за флитом Кировского драмтеатра, Андрей Матюшин был артистом этого же театра. Мы работали с Алексеем. И то, как он репетирует с артистами, то, насколько он классно копается в материале, насколько он погружается, как подробно он всё это делает, это не могло не оставить равнодушными. И когда встал вопрос о том, а кого мы хотели бы пригласить в этом сезоне на постановку, мы сразу вспомнили об Алексея, позвали его. И я очень рада, что он приехал в Новосибирск. Приехал откуда? Где он работает? Он в Красноярске. Точнее, под Красноярском. Это город Железногорск. Районный центр Красноярского края. Не ближний кусочек-то. Не ближний. Поэтому вдвойне ценнее, что мы его вытащили, пригласили. И теперь они с утра до ночи с артистами лепетируют. Вообще, да, я хочу тоже сказать, что это чрезвычайно вдумчивый и очень интеллигентный человек, который очень хорошо работает с материалом. Мы, надеюсь, договоримся, он придёт к нам, и мы возьмём у него интервью. Мы постараемся. Итак. Вот. И материал мы выбрали очень быстро, очень легко. Как-то сразу, буквально вопрос-ответ «да-да». Он сразу влюбился в пьесу. Это пьеса моего однокурсника Владимира Гонзенко. Его уже нет в живых. И он всю жизнь писал пьесы. Пьесы-сказки. Это такой сказочник. Он на курсе был у нас постарше. И когда возникла вот эта потребность в театре, сказку-сказку, ведь очень не хочется брать одни и те же фамилии. То есть у нас Андерсон, Шарль Перо. Все мы их знаем, любим. Но хочется чего-то более свежего, более нового. Хотя это не... Ну, такое немножко... Ну, театр — это всегда компромиссы. Потому что сегодня выходит масса детской литературы. Сегодня расцвет детской литературы. Но город не всегда знает. Как-то мы же все равно немножко чуть-чуть вот так притормаживаем. И не всегда готовы родители вести на незнакомые имена и названия. А эта сказка, она все-таки написана по мотивам двух сказок Андерсона. «Свинопас» и «Принцесса на горошине». Спасибо. То есть это такое удачное сочетание. С одной стороны, по мотивам классики. С другой стороны, пьеса самодостаточная, интересная, живая, яркая. Написана очень простым, прозрачным, ясным языком. При этом литературным. И мы сразу сошлись на этом названии. Приступили к репетициям. Художникам позвали первую... То есть название «Роза и Соловей» было ваше. Вы его совместно родили. Да, это же всегда такой, как бы, театр высказывает свои пожелания, режиссер высказывает свои. У Алексея это, кстати, первая сказка. Он никогда не ставил детских спектаклей. И для него это был определенный стресс, потому что это же такой уровень ответственности, да, когда ты пробуешь что-то новое, что-то... У Алексея дети-то есть? Да, у него дочка восьми лет. Вот, ну, проще. Ему гораздо проще, конечно. Как раз тот самый сказочный возраст. Да, и так что... Ему было на каком проведении. Да, все совпало. Прекрасно. Вот, и переговоры шли летом. В сентябре, в конце сентября приступили к репетициям. И сейчас до премьеры остается две недели, когда я урываю вот это счастье попасть на репетиции. У нас же такое отношение к детским спектаклям, что это все время должно быть... Ну, взрослые не так часто ходят, да? Потому что кажется, ну, фу. Ну, будут какие-нибудь... Ну, из детьми-то приходится ходить. Ну, вот. Вот ключевое слово в данном случае. Приходится. А должно быть совершенно наоборот, потому что это тот самый момент, который сближает родителей с детьми. Когда есть возможность выйти, что-то обсудить, и вот к чему-то прийти совместному. Это очень здорово. Я вот взрослый человек, да, который вроде, ну, совсем не сентиментальный, не как бы вот... И прошлый журналист, а сказывается, да? И какой-то местами даже циничный человек. Я прихожу на репетицию, я смотрю эту историю, когда каждая секунда вот этого сценического действия наполнена какими-то безумно трогательными, потрясающими, талантливыми вещами. Когда полувзгляд, когда прикосновение ладошек. Я понимаю, что это трогает. Трогает даже взрослых людей. И поэтому там стоит, конечно, возрастное ограничение 6+. Но, мне кажется, с одинаковым интересом и удовольствием этот спектакль посмотрят и взрослые, и дети. Для взрослых 6+, не ограничение. Они все старше 6+. Это рекомендация, да. А еще мы старались сделать, чтобы вот этот праздник предвкушения, он был дольше, поэтому мы объявили конкурсы для наших зрителей, может быть, в данном случае для ваших слушателей. Конкурс под названием «Подари мне розу». И мы надеемся, что вот эти поделки любые, из любых материалов, вне зависимости от возраста. Это могут быть и бабушки, и дедушки, которые делали эти цветы. Именно розы? Розы, да. Они могут быть из пластилина, из бумаги, из фармина, из чего угодно. Из чугуна. Да. Из монтажной пермы. Вот, приносите их к нам до 20-го числа, у нас будут прекрасные и призы, и у вас будет возможность побывать на спектакле в качестве вот такого поощрения. И самое главное, вот вы, когда окажетесь после этого в театре, в фойе будет настоящий розовый сад. Мне кажется, это прекрасно. Уже все, что приносят, это будет выставлено, да? Да. Несут из бисера, несут вязаные, да, поступают работы. И это радость. Мы первым делом, когда приносят, мы просили оставлять в кассе, приносят в кассу, у нас или Юля, или Катя Масленникова, педагог, они берут и несут режиссеру. Это же очень тоже заражает, правда, когда не в пустоту, не в вакуум, а какая-то вот связь идет, и он радуется, артисты радуются, идут на сцену. 24 ноября у нас премьера. 24 ноября будет премьера, да, непосредственно. Ну, уже полным ходом, да, подготовка идет. Два заслуженных артиста у нас работают. Вот, расскажите о составе собственного спектакля, кто занят? Вот, работает Александр Королевский, заслуженный артист России, он играет императора, и мы безумно любим этого императора, который бровки домиком в манте, и, значит, он... Его роль. Его роль. Забавный. Прямо так живо представил. Анатолий Свинцов, заслуженный артист России, играет лакея, который этого маленького принца учит, значит, жизни и говорит, пора тебе жениться. И когда старшее поколение артистов, всеми любимое, с одинаковым удовольствием и адреналином, работают с теми ребятами, которые только после института и вот недавно приняты в труппу, это такое удовольствие, и, не знаю, они все невероятно талантливы, и вот этот процесс, он, конечно, заводит. Они друг от друга заряжаются, ну и учатся. Чего уж тут греха таить. Потому что после института человек, это одно, да, там, учебный театр, это... А они видят, как можно там, будучи заслуженным артистом, дурачиться, предлагать режиссеру какие-то ходы, решения, шутки. Потому что, конечно, пьеса, она... Пьеса — это одно, спектакль — это какой-то шаг вперед. И мне кажется, несмотря на то, что вот сказки Владимира Гонзенко я очень люблю, мы готовили, выпускали уже посмертно сборник его книг, редактировали, я аннотации писала, но Алексею удалось сделать эту историю более глубокой, более объемной, потому что там есть сцены, которых не было в тексте, и там потрясающей красоты будет... Ну ладно, придется уже, если начала говорить, театр теней. Там... И это настолько стильно сделано. Мало того, что стильно, я хочу еще сказать, что это безумно ярко. Вы знаете, вот это вот просто какой-то дивертисмент красок. Я когда вот мельком тоже захожу на репетиции, это прям поражает. Так здорово. А художник кто был? Анна Кривошеева, главный художник театра «Кукол». Это ее дебют на сцене театра «Наспаска», и тут, мне кажется, тоже все сошлось. У работы много, видимо, у нее, да? Да. У художника. Очень. Давайте сейчас сделаем небольшую паузу, напомним, что у нас в гостях Юлия Ионуша. Это заведующая литературно-драматургической частью театра «Наспаска» и Юлия Белек, специалист по связям с общественностью этого же театра. Мы говорим о премьере новой, новом спектакле. Это первая премьера нового театрального сезона в ТЮЗе 24 ноября. 6+, детский спектакль, ну, семейный. Семейный. Для семейного. Как пишут, кино для семейного просмотра. Роза и Соловей. Сейчас прервемся и скоро начнем розыгрыш наших призов. Культ поход. Ну, приступим, уважаемые слушатели. Внимание, 211-101. Мы с Николаем озвучиваем призы. Огласим список. Ну, конечно. Начинаем с ТЮЗа. Начинаем с гостей Тартина Спаская, то, соответственно, приглашение на двух персон у нас будет спектакль «Тартюв» 12 ноября, правильно я говорю, да, в 17.00. И также на две персоны «Азорий из Дестихии» 17 ноября в 18.00. Ваши коллеги из Драматического театра тоже нам с нами поделились билетами. Это «Старший сын» 17 ноября в 6 часов вечера и клинический случай 18 ноября в 17.00. Театр «Кукол» тоже не остался в стороне. Да ничего страшного, Юлия сейчас тоже. Они нас приглашают на горячую историю номер 01. Это для самых маленьких. Это вообще 0+. Это противопожарная история. Ну, все понятно, да? Пожарные детям расскажут о том, как Саша и Маша боролись с огнем. Пожар победим в горячей истории номер 01. Да. Юлия, что-то так ли добавит? Я просто хотела сказать, что «Клинический случай» это спектакль режиссера Алексея Зимина. О, вот так вот. Все совпало. Все-все совпало. Дальше книжки. Книжки, да. Во-первых, у нас тот самый интернет-бестселлер. Я удивляюсь, как у нас он на том выпуске не ушел. Да, это «Хулиганская экономика» от Алексея Маркова. Это «Финансовый рынок для тех, кто их в гробу видал». То есть 18+. Серьезная книжка. Да. Очередной заход запускаем. Ван Сюйфена. Удивительная история книги Ван Сюйфена. Это женщина. Как мы выяснили. Это женщина, китайский автор. Это история чая и человека. Изумительная книга. Ну, просто я не знаю. Я просто рекомендую, буду всем предлагать сегодня взять именно ее. Отличная книга. И еще одна книжка. Линне Кабербель. Называется издание «Дикая ведьма. Испытание огнем». История о 12-летней девочке, которая однажды понимает, что она является дикой ведьмой. И с этого момента ей нужно научиться управлять своими способностями, чтобы защищаться от страшной женщины-птицы Кимера. Хочу напомнить, что эти и другие книги вы можете купить в магазине «Читай город» по адресу Преображенская, 65, торговый центр театра либо Ленина, 103, торговый центр «Крым». Можете пойти также в музей либо в Вятский палеонтологический, либо в Кировский городской зоологический. Пригласительные у нас имеются. У нас также есть пригласительные билеты на концерт Валерия Семина «Играй баян 6+. Он состоит 17 ноября в ДНТ-1830, его организаторы издательский дом «Норма» и арт-студия «Маска». Билеты в кинотеатр Семина у нас тоже имеются. Есть еще пригласительные в галерею «Прогресса» на выставку работ художника Татьяны Павловны Дедовой «Вятская губерния. Города и сел» сто лет назад работает. Она еще четыре дня. Вы можете успеть туда попасть. У нас есть диски от группы «Шейкерс». Они зажигали у нас неделю назад. Диск с песнями, диск с... С историей, со сказами. И там еще тоже есть две песни. Два диска вам можем вручить сегодня. А кроме того, те, кто правильно ответит, смогут попасть еще и на закрытый показ в арт-зале. Предпоказ. Предпоказ. Фильм «Асубербикон» 14 ноября в 19.00. Но я думаю, тут поподробнее можно рассказать о том, что у нас совместный проект созрел с кинотеатром «Колизей». «Эхо Москвы» и кинотеатр «Колизей». Вместе вот этот арт-зал мы будем как бы показывать в этом арт-зале не то, что кинотеатры практически кировчане сейчас не видят. То есть мы же видим блокбастеры в основном кассовые. А здесь будет не блокбастеры. Не блокбастеры. Эксклюзивная, редкая. Ну не только арт-хаус. Документальное кино, авторское кино. Авторское кино. Тут все то, что не идет большим экраном. И будет прекрасная возможность в уютной очень атмосфере на прекрасном экране с прекрасным звуком все это посмотреть, поговорить, обсудить. А можно про кино поподробнее немножко? Про кино? Про фильм, про санк. Суборбикон? Суборбикон. Фильм по сценарию активно очень стал работать в режиссуре. В главной роли Мэтт Дэймон. Которого озвучивает Гарик Хролом. Да, кстати, да. Это такая история о благополучной американской семье такой с 50-х годов, которая вдруг там появляется у них в городке в маленьком такое необычные люди появляются и все меняется. И вдруг оказывается, что все это было получше, очень напускное. И все эти люди, они в такой ситуации способны и на предательство, на измену, на всякую подлость, короче. Чем-то напоминает немножко по сюжету нашу «Нелюбовь», только все гораздо жестче. На меня большое впечатление произвело его. А на меня, честно говоря, не очень. Не очень? Я скучал всю вторую половину, когда шел учебный фильм по тому, как надо искать людей. Я очень уважаю Лизу Алерт, отряд, да, но это просто был учебный фильм. Ну вот, собственно, да. А потом по пятницам в культпоходе мы будем обсуждать то, что в этом артозале будет показано. Конечно. И будем вас приглашать все время на хорошие фильмы. Ладно, давайте не будем томить наших слушателей. С вас, уважаемые гости. Первый вопрос. 211-101. А мы сегодня подготовили чрезвычайно простые вопросы для наших слушателей. Как мы уже и сказали, что мы разыгрываем пригласительные билеты на спектакль «Тартюф» и на спектакль «Азорь и здесь тихие». Вот хотелось бы узнать у вас автора, автора первоисточника, кто написал «Тартюф». Отличный вопрос. Кто написал «Тартюфа»? Ушкин? Это были варианты. Эрмонтова. Братья Коуины. Братья Коуины, да. Или Джордж Клуги. 211-101. Кто автор «Тартюфа», пожалуйста, звоните. Причем там по Клуне интересная история. Коуины написали сценарий очень давно, еще в 80-е годы. Потом там вошли авторские такие стучки, они работали со одной студией, потом с другой, этот сценарий где-то затерялся, они его нашли уже где-то вот в этом столетии. Немножко переработали и тут вот так вот получилось. А Джордж Клуни, видимо, он хотел играть там главную роль. Он же в двух фильмах у них уже снимался и везде играл полных дебилов. Ну, у них такие фильмы, что же делать? Мы здесь ему не доверили, дали Мэтту Дэймону. Алло, есть звонок. Добрый день, как вас зовут? Здравствуйте, Александр. Александр, это наш постоянный слушатель. Я даже знаю... Мольер. Правильный ответ, Мольер. Да, действительно. Уж не Жан Батист. Жан Батист. Жан Батист Мольер. Я, Александр, знаю, что вы хотите Ван Цюйфена у нас забрать, да, наверное? Нет, нет, нет. А-а-а. Не удалась, шалость. Ну, я оставлю этот прекрасный подарок кому-нибудь другому. Ну, а что бы вы хотели? Смену. Смену, Ван Цюйфен. Смену очень просто и понятно. Не кладите трубочку, редактор объяснит вам, как получить ваш билет. Да. Поздравляем. Следующий вопрос с Николаем Голиковым. Музыкальный. Тогда попрошу Дэна немножко так включить музыки чуть-чуть. Денис Князев, да? Да. Наш звукорежиссер. Про то, что вы сейчас слышали, да, это первый истинно британский рок-н-ролл. Он вышел в 1958 году. Его записал Клифф Ричард, о котором я уже спрашивал в прошлой передаче, но тогда его еще звали Гарри Роджер Уэбб. И вот как раз, когда эта песенка была записана, почему-то продюсерам не понравилось, как его зовут. И они решили ему имя изменить. Псевдоним, то есть, дать? Да, дать ему псевдоним. И дали ему псевдоним Клифф Ричард. У меня вопрос такой, а почему они это сделали? Тут первый, я уже сказал, вариант. Им просто сказали, что это вообще Гарри Уэбб никуда не годится. Иди, мужик. Второй вариант, они подумали, что, ну, популярный Литл Ричард, там американский рок-н-ролл, Ричард, хорошее имя. Давай мы тебя Ричардом назовем. А один еще подумал, так, третий вариант. Клифф, это вообще-то по-английски скала, да? И рок по-английски тоже скала. Они говорят, так ну как же, это рок-н-ролл так, надо же. Ну, какой вариант? Почему они его решили переименовать? Потому что имя никуда не годится. Потому что фамилия у него будет Ричард, или потому что имя у него будет Клифф? Ну, так замысловато или не очень замысловато. Да, очень просто. Три варианта ответа. 211-101, звоните. У вас практически нет шансов не угадать. Вместе разберемся. Обычно первый вариант, если неправильный, то мы вам даем вторую попытку. Тут уже, по-моему, люди без второй попытки. Здравствуйте. Здравствуйте. Может, это скала? Третий вариант. Безусловно, вы правильно ответили. Потому что, если бы ответили по-другому, вы бы тоже угадали. Потому что мы сказали, мужик, это имя никуда не годится. Мы тебе дадим имя, состоящее из того и того. Значит, что ты будешь Ричард по фамилии и Клифф по имени. Так что вы совершенно правильно сказали. Клифф, это скала, это синоним слова рок. А дело шло о первом британском рок-н-ролле. Что бы вы хотели? Да, а вас зовут Светлана, да? Светлана, да. Да, да. Я бы хотела бы... Книгу Иван Сюльфенов. А в Кинотеатре-Колизей-2 билета? Еще раз, простите. В Кинотеатре-Колизей-2 билета? А, на предпоказ? Да, да. Два, два, конечно. Один плюс один. Да, вот в Колизей. Пойдете, да? Один плюс один. 14-е число. Да, я рядом живу. Да, 14-е число. 19.00, Кинотеатр-Колизей. Закрытый предпоказ Субарбикона. Ну, теперь для вас он уже открытый. Да, пожалуйста, Светлана, не кладите трубку. Наши редакторы еще раз ваши координаты запишут. Ну что, вопрос с меня? Да, конечно. У меня заданница небольшая, да? В первом части мы упоминали о том, что сегодня день сотрудника правоохранительных органов. 10 ноября. Серьезный день. День милиции раньше назывался. Наши аплодисменты всем сотрудникам. Поздравляем еще раз. Дозвоните, пожалуйста, 211-101 и исполните нам... Я даже знаю, какую песню нам споют. Можно эту? Я уже ее, да. Исполните нам, пожалуйста, песню. Немножечко, небольшой кусочек, где упоминается милиционер. Или полицейский. Или городовой. Или комиссар какой-нибудь. Либо вы можете прочесть какое-то стихотворение, посвященное сотрудникам милиции и полиции. Доблестным. Доблестным. Тем более, тоже у нас есть прекрасные детские стихи про одного из известных милиционеров высокого роста. Конечно. У нас даже не только стихи есть. У нас репертуар есть. А что у нас там репертуар? Ты не подсказываешь. Вот он сам можно называть его. 211-101. Ну, пожалуйста, вспомните какую-нибудь интересную. Главное роли. Гражданин по прозванию Каланча. Не подсказывай. А то другим будет петь ничего. Два метра, семь сантиметров, по-моему, Александр Трясцен, артист нашей труппы, который играет вот... Того самого Каланчу. Да. 211-101. Наконец-то мы уже подсказали так, что дальше некуда. Совершенно несложное, по-моему, задание. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Андрей Жигалин вас зовут. Да-да-да. Пожалуйста. Андрей, стихи или песня? Ну, стихи из Сергея Михалкова, тогда из «Дяди Степы». «Дяди Степе две минуты, остается до прыжка, он стоит по парашютам и волнуется слегка, а внизу народ хохочет, вышка с вышки прыгать хочет. Прекрасные совершенно стихи, Андрей. Хорошо, видимо, петь будет то-то другое, потому что если дойдет для меня очередь, я это же задание... Я еще живу на улице Милицейской, кстати говоря, но никак не переименуется в Полицейскую. Полицейская. Милицейская лучше звучит. Андрей, что хотите выбрать? В театр пойдете? Куда пойдете? А вот два диска с шейкерами, то есть там песни и... На одном диске, да, это альбом шейкеров, а на втором аудиокнига. Аудиокнига. Там рассказы собственного участника группы. Ага, ну вот это. Хорошо, два диска вам достаются. Не кладите, пожалуйста, трубку, еще раз пообщайтесь с нашим редактором. Вы, гости, еще успеете задать один вопрос до рекламы? Да, вопрос будет тоже чрезвычайно сложный, в кавычках. Так как у нас второй спектакль, на который мы сегодня хотим подарить билеты «Азори здесь тихие», то мы хотим, чтобы слушатели нам назвали автора той повести, которая легла в основу спектакля. Да, у нас сегодня такая просветительская акция здесь. Тоже простой вопрос. Автор повести «Азори здесь тихие». Вопрос простой. 211-101, срочно, срочно набирайте нас. Есть еще призы, книги. В театр еще никто не пошел у нас из победителей, да? Не пошел в кино? Ну, хорошо идут. О, автор повести. Автор повести. Легендарный. Дайте мне пока полистать книгу про чай. Прочай, конечно. Может быть, ее больше и не будет никогда у нас. Вот в том-то и дело, да. Сейчас вырвут из рук. Ну да. И все. Вообще, знаете, обращали внимание, как только я что-нибудь полистаю, вас тут сразу забирают. Кто автор повести «Азори здесь тихие»? Здравствуйте. Здравствуйте, вы в эфире. Алло, алло. Добрый день, как вас зовут? Александр. И имя автора? Ну, это известная повесть Бориса Васильева. Борис Васильев, естественно, да. Чем занимаетесь вы сейчас, скажите, пожалуйста? На пенсии. А, на пенсии. Вы счастливый. Можете позволить себе разные занятия. Да, посидеть на диване, почитать книжку. Это нечто состояние души такое. Да, да. Так, забыл, как зовут. Кого? Александр. Александр, да, мы еще не представляем. Я думаю, кого ты спрашиваешь, меня, что ли? Александр. Что хотите получить в качестве приз? Там вот старший сын есть, по-моему, в тюте, да? Да, есть. В драмтеатре. В драмтеатре. Ой, в драмтеатре. А какого числа? В следующую пятницу, 17-го. О, вполне устроится. Давайте, хорошо. Следующая пятница, 17-е, 18-00, драматический театр «Старший сын». Не кладите, пожалуйста, трубку, наш редактор запишет ваши данные, координаты. Нам пора на рекламу, да? Небольшую. Затем мы еще о жизни театра «Ана Спаска» поговорим. С удовольствием. И еще поиграем. Культ поход. Николай, давайте быстренько перечислим для наших слушателей, что у нас есть. Есть «Артюф», я имею в виду спектакль. 12 ноября, 17-00, театр «Ана Спаска». Есть «Азори» здесь тихие, 17-е, число, 18-00, дальше. Есть «Клинический случай» в драмтеатре, 18 ноября, в 17-00. Театр «Куколы меня Фанасьева», «Горячая история», номер 0-1 для самых маленьких. Есть книжки «Хулиганская экономика», «История чая и человека в фактах, легендах, литературе и произведениях искусства». Сейчас вот Юлия Бреляк изучает эту книжку. Кажется, ничего книжка? Ну, вы знаете, вообще... Она не на китайском, она на русском. Она на русском, и, вы знаете, здесь вообще кладезь информации, а помимо этого здесь такие потрясающие цитаты. Можно не удержусь, я зачитаю одну цитату. Знаете ли вы, друзья, что есть целая культура создания чайников, и на чайниках пишут литературу. Это слияние традиционной китайской литературы и чая. И вот, например, блестящая цитата, которая мне понравилась, на чайнике, на котором нарисован колодезный сруб. «Колодец подобен древней литературе, из которой можно беспрестанно черпать вдохновение». Хорошая книжка. Отлично, отличная. Еще одна «Линека Берберн», «Дикая ведьма», «Испытание огнем». Но это 12+, книжка, видимо, для подростков в первую очередь. Эти и другие книжки, кстати, вы можете купить в магазине «Читай город» по адресу Преображенская, улица 65, Театро и Ленина, 103А, Крыма. Есть пригласительные билеты в Вятский палеонтологический музей, в Кировский городской зоологический музей. Есть приглашение на концерт Валерия Семина «Играй баян». 6+, 17 ноября, вот ДНТ в 18.30, которые организовали издательский дом «Норма» и арт-студия «Маска». Есть пригласительная в галерею «Прогресса» на выставку работ художника Татьяны Дедовой, Вятская губерния города и села. Сто лет назад она работает до 14 ноября. Вы еще успеете. Ну и все. Ну давайте еще разочек крутанем, по вопросам пройдемся, а потом уже поговорим о Театре Наспасской. Что, вопросы кончились? У нас кончились и вопросы. У Николая Голикова никогда не кончились. Что ж такое-то? У меня опять немножко Клиффа Ричарда, я попрошу еще один фрагмент. Это песенка про очень недобрую женщину. Про ведьму, скажем так. Какая вумен там? Девил вумен. Девил вумен. Да, но там и кошка Девил, и вумен Девил, все вокруг Девил, один клифф хороший. Дело в том, что это его хит 1976 года, и в этом году как раз он, пожалуй, первая из мировых звезд такой величины, приехал в СССР. Да, и дал аж 12 концертов в Петербурге и 8 в Москве. И был аншлаг. Да, конечно. На каждом. О, господи, таких людей-то не видал никто никогда. Выпустили два диска этих больших с его песней. На мелодии. На мелодии, да. И кроме этого сняли фильм-концерт. Вот про фильм-концерт я хочу спросить. Фильм-концерт просто ползается безумной популярностью. Как он назывался? Я придал три варианта, вы ответите. Он назывался «Я почти знаменит». Он назывался «По волне моей памяти». Или он назывался «За тех, кто в море». Я думаю... Коварный вопрос. Да, вопрос суперковарный. Да, я думаю, сейчас все-таки на него ответят. Здравствуйте. Здравствуйте. Да-да-да. Это Олег, видимо. Олег, наши постоянные сыны, да. Я думаю, что первый вариант я почти знаменит. Конечно. «New Are Famous». Да, так назывался его альбом, так назывался его фильм-концерт, который просто не знаю, по-моему. Его смотрели очень долго, на какие-то чудовищные пленки переписывали, потому что это была очень суперредкость просто. Соответственно, два оставшихся варианта имеют прямое отношение к Тухманову и к «Машине времени». Ну да, я как бы не напрягал, потому что, в принципе, в то время я посмотрел список фильмов-концертов, но ничего такого более похожего не было, я уж нашел то, что было. Куда пойдете, что хотите забрать? Если можно, книжку. «Фан Сейфен»? «Хулиганская». А, которая 18+, вам есть 18 лет? Придете с паспортом? Придете на «Эхо Москвы» с паспортом получать книгу? Книга ваша? Да, 18+, напоминаем, хорошо. И вам скажут, как ее получить. Ну что, день сотрудника правоохранительных органов. Продавайте легендарную композицию-то вспомним все-таки. Дозвонитесь, исполните несколько строчек. 211-101. Поздравим тем самым работников. Ну, сейчас более широкое понимание. Правоохранительные органы — это не только полиция, соответственно. Хотя у других органов тоже, по-моему, свои профессионалы. Свои праздники. Но здесь еще у нас Росгвардия, если не знаю, раньше-то они праздновали вместе, пока это было как бы подразделение милицейское внутреннее войско, а сейчас не знаю. Еще раз повторюсь, сегодня день сотрудника правоохранительных органов. И мы хотим поздравить с вашей помощью. Дозвонитесь и исполните ту самую знаменитую песню. Либо стихотворение про милицию или полицию. Так нет, наша песня — это про них. Ты что ж ты? Мне почему-то сейчас плохие какие-то песни. Постовое такое слово довольно-таки частое слово в песнях, да. Так что ничего страшного. Ну, звоните уже, да. Да-да-да. Не шей мне, сорок. А уж в этой сфере вообще тьма-пись. Там по-другому просто их называют. Но есть желающие уже ответить. Алло. Добрый день. Добрый день. Наталья, видимо, да? Да. Да, мы всех знаем по голосам уже наших постоянных слушателей. Ну, пожалуйста. Наша служба и опасна, и трудна. Та-та-та-там. И на первый взгляд, как будто не вина. Та-та-та-там. Если где-то кое-где у нас порой честно жить не хочет. А дальше? Значит, снова нам внести незримый бой. Так назначена судьбой для нас с тобой. Служба дни и ночи. Та-та-та-там. Ну, слава богу, получилось совместное исполнение. Наталья, выбирайте, что хотите получить. Алло. Ну, что-то мы песню исполнили, и все у нас, Наталья, куда-то пропало. Ну, я думаю, она позвонит и с редактором поговорит. Да, Наталья, дозвоните еще раз 211-101, и уже с редактором нашим поговорите, что вы хотите выбрать. Итак, Театр Наспаска. Я о примере рассказали. Роза и Соловей, 24 число. И хотим еще информации, что происходит в теле. Да, мы сегодня просто очень много говорим про кино, про книги, вот такой на стыке. Хотелось бы просто продолжить тему книг и подростковых, вот одна из которых у вас в качестве приза сегодня. Мы 4 ноября презентовали наш новый проект, который называется «Сказка для Мартина». И это как бы имеет отношение и к нашей премьере, да, и вообще к детской литературе. Мы собираемся два раза в месяц собирать в фойе театра детей и их родителей на уютном мягком ковре, в приятной атмосфере читать книги, новые детские книги, которые вот вышли неделю назад, месяц назад. То есть такие нехристоматийные, да, еще пока? Совершенно нехристоматийные, потому что их невероятное просто какое-то количество сегодня выходит, одна лучше другой, а их не так, чтобы не знает город. Есть два прекрасных издательства, но это те, с которыми мы вот уже завязались. Это «Самокат» и «Компасгид». Они вам предоставляют книжки, как раз, да? Ну, мы об этом ведем разговор, но пока они нам помогают информационно, чтобы сориентироваться. Потому что, например, вот сейчас будет зима, мы выбрали чудесную книжку, которую будем читать уже в театре, то есть мы презентовали вот эти сказки для Мартина в библиотеке Пушкина в «Ночи искусств», а дальше продолжать уже будем в театре японского автора «Четырнадцать мышат» и «Зима». Уже название просто. Уже название «Заработать». Это такой космос просто. «Четырнадцать мышат» и «Зима». И вот таких названий неочевидных, да? То есть не «Маршак», а каждое же новое поколение старается детям читать те книжки, которые любят и помнят саму, да? То есть я своим детям читаю, мои дети начинают. И это в какой-то момент превращается, как заезженная пластинка, да? Но «Мир литературы»… Но «Маршака»-то можно читать. Ему, кстати, 130 лет будет вполне. Ну никто же не отрицает классику. Я понимаю, понимаю, не исполнилось бы. Исполнилось бы. 130 лет просто люди не живут. Я говорю, исполнилось бы, если бы я живу. Почему? Разные люди здесь. А вообще, вы знаете, вот продолжая тему вот этой презентации, которую мы провели, там помимо того, что будет чтение вот этой литературы… А, поясните, чтение-то каждый сидит сам своё читает? Это артисты наши будут им вслух читать. А, классно. Своего рода это рассказывание сказки. Это рассказывание сказки, это модель того, как родители могут читать детям у себя дома. Ну это экспром будет такой, да? Экспром потом берёт и как вот ему приобретут? Ну, на самом деле, режиссёры и педагог Наталья Красильникова, они не первый раз видят этот текст. То есть, как будто они подготовку… Ну, конечно, да. Это хорошо подготовленная импровизация. Это же очень важно. А вот, а помимо этого, там будет небольшое обсуждение, и там будет мастер-класс, причём он, мастер-класс, будет обязательно привязан к той теме, которая в этот момент обсуждается, и той книге, которая читается. В общем, вот проект, который был запущен, ну это было действительно интересно. Название проект получил по первой книжке, которую мы читали. Это была… Ленор Горалик. Ленор Горалик, да, сказки… А, нет, у них… Мартин не плачет. Да. И мы взяли вот этого слона, который… Он же пробирка номер семь, который героям присутствует… Слон, он же пробирка номер семь. Он клонированный. Да, он клонированный. Родители, которые работают в Индии в секретной лаборатории, посылают своим детям вот эту пробирку номер семь. Из него получается слон. И он такой трогательный. Он сначала упал, потом заплакал. Он был, а он умел говорить. Умел говорить. Да, да, да. И когда волновался, он увеличился в размерах. И вот мы, наши артисты, в презентации вот этой книжки принимали участие Ирина Дроздова и Артем Гагаринов. Они остановились на самом интересном месте, когда уже пожарные доставали этого слона из гаража, потому что он влюбился в семилетнюю девочку, звал уже замуж. Решил сделать ей предложение. А она говорит, ну я не могу, я еще очень маленькая. Он так разволновался, что уже и в гараж не помещался, и рос, и рос. На этом месте мы чтение прекратили и зазвали всех в театр. И вот этот слон, Мартин, мы решили, что он такой очаровательный, такой замечательный. У него так развешены уши, чтобы слушать вот эти сказки. И он будет ждать ребят в фойе театра. И как бы сказки для Мартина, то есть для ребят и для него. Наши артисты будут читать вот эти книжки, которые мы будем выбирать. Два раза в месяц. Да, по средам, скорее всего, в шесть вечера мы в группе нашего театра сообщаем, обязательно повесим анонс. Это будет, то есть мы буквально хотим воспроизвести вот эту уютную семейную атмосферу. Нам же сегодня этого очень не хватает. Мы бежим, мы тащим детей на какие-то мастер-классы, которые часто вот не очень им нужны. И туда, и сюда. И вот в этой суете час времени уделить своему ребёнку, посидеть вместе. Мы хотим, чтобы все сидели, и родители тоже на этом ковре, чтобы это не было. Ситуация школы, когда там стулы и что-то... Это вот как раз то самое продолжение посыла, который Алексей Зимин в спектакле «Роза и соловей» попытался донести до наших зрителей. Это совместный досуг родителей и детей. Это то, что сегодня так не хватает. Это как раз таки не хватает вот этой близости. У нас остаётся две минуты. Может быть, ещё? Давайте ещё маленький фрагмент. Давайте ещё маленький музыкальный фрагмент. Это будет последний вопрос. Сегодняшний пульт. Походим. Очень простой тоже. Это такая пляжная песенка «Он за бич». Тоже конец 50-х, начало 60-х годов. А вопрос будет такой. Дело в том, что Клифф Ричард, несмотря на свой довольно преклонный возраст, он родился в 40-м году, до сих пор он выступает, концертирует и, кроме того, ещё имеет свой бизнес. У меня вопрос такой. Какой же у него бизнес? И три варианта ответа. У него есть виноградники в Португалии. У него есть сеть отелей на острове Вануату. Это где? Или у него есть свечной заводик в Житомире. Какой заводик? Свечной. Свечной в Житомире. Три варианта. Виноградники в Португалии, сеть отелей на Вануату. Это Вануату. Я откуда знаю? Я не посмотрел, где заглядал. Вануату. Либо свечной заводик в Житомире. Кто ответит, получит наш на сегодня последний приз. Кстати, уже есть желающие ответить. Вануату. Добрый день. Здравствуйте. А как вас зовут? Меня зовут Надежда. Надежда. Ну, каким же бизнесом? Я споняюсь к первому варианту. Совершенно правильно, конечно. Зачем я на какой-то Вануату в его-то годы? Не просто Вануату, а республика Вануату. Это еще республика? Республика государства. Где? В Меланезии. Все стало понятно. Понятно, все сразу поняли. Это, короче, Соломоновые острова рядом с Австралией. В общем, там тепло хорошо. Не отвлекайся, у нас слушательница, которая правильно ответила про виноградники в Португалии у Клиффа Ричарда. Что бы вы хотели получить для вас прекрасный, правильный ответ? Давайте сходим на Азори Вести Хем. Ой, замечательно. 17 ноября, следующая пятница. Приходите. Восемнадцать ноль ноль. Спасибо. Не кладите, пожалуйста, трубку. Оставьте свои данные нашему редактору. На этом завершается программа Культпоход. Спасибо нашим гостям. Юлия Юнушайт и Юлия Беляк. Удачи вам. Спасибо. Активных творческих процессов. И не последний ваш визит, конечно же, к нам. Спасибо. До новых встреч. Культпоход завершается, я не прощаюсь. Сделано в вятке через 20 минут. Ну, а Николай... А я приду в понедельник. Да, до понедельника. Культпоход.